Спасибо большое. Спасибо большое. 29% – это респонденты курят сигареты, 1% – это электронные сигареты, 3% – система нагревания табака и 7% – различные другие изделия, как трубки, самокрутки и прочее. Самое главное, что хотелось бы сказать, когда мы сталкиваемся с нашими пациентами, всегда задается один и тот же вопрос. Планировали вообще бросить курить? И будете ли вы в дальнейшем курить? Вас привели к нам опять же эти сигареты. Но поскольку пациенты не понимают всю сложность и не всегда понимают, что курение привело к тому, что он обращается к онкологу, тем не менее, задавая этот вопрос, мы слышим очень часто ответ, что они бросали курить. Не получается, что у них есть зависимость, что это болезнь, что они не могут этим заниматься, поскольку даже родственники предлагают, ну покури, потому что вот ты не можешь, тебе тяжело и нет понимания. Вот сейчас вот мы в этой презентации все-таки рассмотрим, каким образом нам помочь этим людям, чтобы мы все-таки каким-то образом избавились от этой вредной привычки, избавили наших пациентов. При анализе данных в 2016 году проанализировали и оценили, сколько же человек вообще планировали курить. Планировали курить, бросить курить – это 56%. Больше из этих пациентов составляют женщины. Женщины чаще всего обращаются с просьбой к врачам, мужчины редко обращаются к врачам с просьбой помочь им бросить курить, чаще всего обращаются женщины. В течение последних 12 месяцев 35% курильщиков делали попытки бросить курить, опять среди них женщины. Это тоже оценка информационного центра, который занимается такой вот сбором информации по России. Среди всех курильщиков было известно и оценено то, что обратившиеся в медицинские организации, к медицинским работникам с этими пациентами, медицинские работники общались. И в силу каких-то определенных причин психосоматические какие-то заболевания. Есть зависимость, которая переросла из одной зависимости в другую. Есть пациенты, которые не могут никак бросить курить, поскольку они делают это медленно, постепенно. Но и оценивая эту ситуацию, 47,4% все-таки получили совет бросить курить от медицинских работников. Есть такая концепция снижения вреда, которая уже много десятилетий. Имеются такие вот способы, возможности снижения вреда от каких-то определенных вредных привычек. Первым, что явилось появление этой концепции, это наркотики. Когда появилась наркотическая зависимость у пациентов и появились опять же болезни, которые были связаны с распространением этих наркотических средств, использованием и прочим, была предложена эта концепция, где подразумевались обязательно медицинские стерильные иглы, которые раздавались, которые использовались и освещалось это во всех средствах массовой информации. Для того, чтобы понимали, поскольку невозможно было сразу исключить наркотическую зависимость у пациентов в сфере вообще среди людей, естественно, эта концепция помогла каким-то образом, во-первых, снизить, во-вторых, исключить какие-то другие заболевания. И постепенно эта концепция внедрилась в многие сферы жизни, в том числе не только медицинские, но и питание, транспорт и прочее. Если обратить внимание на слайд, у нас здесь можно представить, что в жизни есть различные ситуации, когда можно эту концепцию снижения вреда применить. В том числе это при вождении, при езде на работу, например, это тоже те же ремни безопасности, это контроль скорости, это надевание шлемов, когда человек использует транспорт в виде мотоциклов и велосипедов. Это крем от загара. Ну и что мы можем предложить нашим пациентам, у которых нет возможности бросить курить? Это пациенты, которые действительно уже получив свой диагноз, понимают, что вот получен диагноз, зачем бросать курить, и так все получилось. Они не понимают о том, что эта проблема, она существует, и дальше она не приведет к ничему хорошему, а только усугубит данную ситуацию. Снижение количества потребляемых сигарет может, конечно, на сегодняшний день привести к тому, чтобы мы могли каким-то образом хотя бы какой-то контингент пациентов спасти от вот таких вот онкологических заболеваний, которые представлены на слайде. Я представляю именно наше отделение, поскольку это профиль нашей работы. И я уверена, в аудитории не только здесь в президиуме, а в аудитории онлайн всех этих пациентов знают наши коллеги, и поскольку очень часто встречаются с этими ситуациями, когда мы видим рак губы, рак языка, рак дна полости рта. Справа это меланома слизистой твердого неба, достаточно редкая, но тем не менее это заболевание, которое на сегодняшний день имеется и тоже является причиной вредной привычки. Заболевание гортани и сложность в том, что гортани это орган, который все-таки, гортань, гортаноглотка, это орган, который объединяет в себе две жизненные важные функции организма, это социальные и возможность питания, дыхания, просто жить. Пациент должен жить в обществе, и отсутствие гортани приводит к тому, что пациент не может общаться нормально и полноценно находиться в обществе. Рак гортаноглотки это заболевание, которое очень сложно потом пациентов реабилитировать. Если пациенту объясняют, что у вас возник рак гортани только потому, что вы курили, он объясняет, что вот сейчас я брошу курить, ну что, рак отступит или нет. Такая позиция пациентов очень часто встречается, и приходится разубеждать и объяснять пациентам, что это все-таки следствие того, чего мы можем дальше ожидать. Это не только рак, в общем-то. В целом это и другие проблемы, которые возникают с органами дыхания, с ротовой полостью. Это пациенты, есть контингент пациентов, который поступает к нам очень часто. То есть в промежутке там 3-4 года излечили пациента от раннего рака, он как бы он тщательно за собой не смотрел, но не бросил курить. А потом появляется опять рак слизистой сначала дна полости рта, а потом рак слизистой языка, рак гортани. И так до бесконечности, пока пациент не поймет сам, что ему все-таки нужно бросить курить. Потому что по-другому иметь уже хроническую абстрактивную болезнь легких, когда пациент уже физически не может бросить курить, поскольку он, бросая курить, не может откашливаться. И вставая утром, он должен выкурить сигарету, потому что он не может откашлиться. И это чревато дальше осложнением со стороны легких. Хотелось бы обратить внимание на то, что на сегодняшний день заболеваемость с плоскопечным раком головы и шеи, это практически 90% до 95%, плоскопечный рак головы и шеи составляет именно эта дифференцировка. Российская Федерация занимает, в общем-то, не самую нижнюю позицию. Как видите, если сравниваться нам с Китаем или с Индией, это понятно. Это отдельное государство, которое имеет численность в большую население. Ну и плюс у них есть помимо сигарет, есть и другие привычки вредные. Поэтому Российской Федерации, если оценивать и сравнивать заболеваемость и смертность, в 2020 году пациенты с орофарингеальными заболеваниями, раком носоглотки, среди мужчин и женщин, женщин составляет заболеваемость 9 и более тысяч, а смертность составляет более 4,5 тысяч. Это достаточно много. И обращаясь к тому, что чаще всего мы видим, это губа и полость рта. Ну, в основном это понятно, почему происходит. И очень грустно, когда мы видим вот такие диаграммы, когда к нам обращаются пациенты, все-таки с раком глотки, например, в 16% это вот первая, вторая стадия. Или 38% мы видим гортань. Хотя это тоже достаточно, это мало, потому что гортань – это дыхательный компонент, который является основным. И без гортани очень тяжело пациенту реабилитироваться и жить дальше. Это происходят очень большие проблемы эмоциональные. Пациенты страдают, многие не выдерживают. Ну и очень важным является еще составляющим на сегодняшний день – это ассоциация с вирусами. ВПЧ положительные, ВПЧ – отрицательные пациенты. Уже при локализации и пятилетняя выживаемость этих пациентов, при локализованной, местно распространенной форме рецидивирующей, как видите, локализованной – это 83%. И более это показатель, который, конечно, хороший показатель, но на самом деле он небольшой. Если говорить о вредных привычках, мы понимаем, что не только употребление табака и сигарет, каких-то других устройств. Мы можем, конечно, ожидать, что пациенты будут объяснять нам, что они употребляют вот это или снижают. Да, действительно, снижение употребления, вот это действительно такое, знаете, продвижение вперед и уже понимание того, что это приносит вред. Уже понимаешь, что человек уже осознает, и далее он будет стараться снижать количество употребляемых сигарет. Если говорить о использовании, которые сложились, и вот на слайде представлен такой вот из рода перцев, это бетель, я боюсь ошибиться в ударении, бетель или бетель, прошу прощения, который употребляет не только годами, его употребляют, и можно проследить где-то 2000 лет и более, когда это передается с поколения в поколение, такая вот привычка сживать вот этот вот лист, который представлен в общем-то, и целое искусство, его специально посмотрела в интернете, как это вообще, что это такое, потому что я на самом деле готовить к этой презентации, я только слышала, но вникла в это все, это на самом деле не приведет ни к чему хорошему, поскольку это из рода перцев, и то, что повреждается слизистая, какой вред это приносит, но, конечно, на самом деле это в 4 раза, и более рак головы шеи. Если говорить о употреблении табака, это более 10 раз для рака гортани увеличение. Понимаете, это все-таки очень большой показатель и ухудшение качества жизни этих пациентов. Если говорить о выживаемости среди этих пациентов, и, как видите, лучше всего это, конечно, рак губы, а хуже всего это гортань, о которой мы говорим сегодня, которая участвует в дыхании, участвует в этом же курении. Ну и если говорить о ВПЧ-статусе, мы чаще всего видим, когда возникает рак корня языка или рак медалины, это основные локализации, чаще всего возникающие при ВПЧ-положительном статусе. При меланоме слизистой оболочки полосерта ингаляционные вот такие вот факторы, которые влияют на возникновение, это продукты курения формальдегида. То есть синоназальные меланомы, например, это тоже, в общем-то, редкое заболевание, но они также возникают именно от участия этих ингаляционных факторов. Возникают практически у 2-3 этих пациентов. Ну, конечно, наследственный фактор, который существует, его никто не отменял, он действительно есть, но сама меланома, она редко встречается, и провоцирующим фактором является все-таки курение и продукты вот этих вот курения, которые скапливаются в ротовой полости в дыхательных путях. Какие же мы видим осложнения? Почему, когда пациент приходит, мы сразу спрашиваем, почему вы курите, и почему вы курите, сколько лет курите, сколько сигарет вы выкуриваете, какой у вас стаж курения и прочее? Помимо того, что мы спрашиваем про алкоголь. Для хирурга, особенно головы-шеи, это очень важно, потому что реконструктивная хирургия, которая очень плотно вошла в ряды уже давно в лечении пациента в опуле головы и шеи, она имеет очень большое значение, для нее имеет большое значение, курит пациент или не курит, потому как здесь сразу запускается несколько механизмов. Основной из этих механизмов, помимо заживления и нарушения раны, это тромбоэмболические осложнения. И хотелось бы сказать о том, что в этом процессе, когда нарушается эндотелиальная дисфункция, происходит, и мы видим активацию тромбоцитов, мы видим, когда у нас появляется пролиферация клеток, когда воспаление, пролиферация клеток, когда тромбируются сосуды. Это все механизм курения, на самом деле, который не позволяет нам получить тот эффект от лечения хирургического, который мы хотели бы выполнить. Многочасовые операции под микроскопом, 6-8 часов реконструкции, выделение сосудов и прочее, когда пациент заранее, заведомо, мы знаем, что пациент курящий и с длительным стажем курения. Этого пациента, к сожалению, мы не можем реабилитировать одно момент, нам нужно сначала понять, для того, чтобы он отказался от курения. Как видите, вот исследование, которое представлено на слайде, меньше, чем за 2 недели до операции нет смысла снимать пациента с курения, поскольку это, во-первых, психологическая травма происходит, он никакого риска осложнений, он не снизит ни риска. Кроме ухудшения общего, такого эмоционального статуса пациента, ни к чему не приведет. Но вот отказ от курения более чем за 6,8 недель, оно снизит, конечно, послеоперационное сложение, поскольку наши пациенты не могут ждать 8 недель, поэтому таких пациентов чаще всего мы делим на 2 части. Их лечение – это удаление опухоли, ожидание рецидива возможного и дальнейшая реабилитация после отказа от курения и реконструктивно-пластической операции. Ну и я обратилась, на самом деле, посмотреть, что же все-таки Роспотребнадзор предлагает. Вот такой тезисный слайд, хотелось бы сказать о том, с чего вообще бросить курить. Нам надо помочь тем людям, которые не могут этого сделать, несколько таких тезисных строчек, которые может прочитать любой и понять, это просто на самом деле, но этим мы можем помочь. Во-первых, твердо надо принять решение, что человек должен бросить курить. Он должен принять сам, его не нужно заставлять или принуждать. Он должен понимать, что риски высокие, риски возникновения, как и заболевания, так и осложнений. Рассказать он должен об этом обязательно близким. Близкие должны помочь, просто удалить все из дома, из квартиры, все, что напоминает о курении, и не напоминать, и стараться даже не смотреть какие-то программы, которые связаны с курением. Почему и сейчас идет такая тенденция, так замыливаются те ситуации, когда показывают в фильмах человек, который курит. Это все на самом деле тенденция к тому, чтобы уменьшить количество потребляемых сигарет. Посчитать финансовую выгоду. Это достаточно просто тоже. Посчитать, сколько уходит денег на покупку сигарет и продукции этой. Посчитать, сколько это в деньгах, и купить себе подарок на эти деньги. Я думаю, это такая стимуляционная тоже акция для человека, который употребляет постоянно сигареты. Я хотела бы пожелать всем здоровья. Бросайте курить. И поменьше нам вот таких вот наших пациентов. Большое спасибо еще раз за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...